Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шары. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Макеты двигателей, интерактивные панно и музыкальные картины. Более 50 студентов колледжа и техникумов региона представили свои работы на выставке «Движенса». Самарские спортсмены победили на Кубке России по фитнес-аэробике. Самара-2 принимала одного из лидеров Суперлиги – Вологодскую Чавакату. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Губернатор Вячеслав Федорищев в Москве провел встречу с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко. Обсудили вопросы развития в Самарской области науки и образования, создания новой инфраструктуры, строительства в Самаре межвузовского кампуса. Дмитрий Чернышенко отметил, что Самарский регион является одним из крупнейших научно-производственных центров России, где успешно реализуются профильные национальные проекты образования наук и университеты – федеральные программы по поддержке талантливых детей, молодежи и ученых. Новый импульс развития науки и образования в Самарской области даст международный межвузовский кампус, который будет построен около стадиона «Самара-арена» благодаря поддержке президента Владимира Путина. Исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков встретился с председателем Совета местного отделения движения «Первых» Сергеем Пушняком. Обсудили вопросы взаимодействия структурных подразделений, администрации города и районов с молодежным объединением, планы проведения спортивно-патриотических мероприятий. Иван Носков отметил, что, чтобы удержать молодежь в городе, нужно дать ей возможность для профессионального развития, творческой и спортивной самореализации. А заниматься этим должны такие же молодые ребята, которые лучше знают, что нужно современной молодежи. Сейчас движение «Первых» объединяет более 68 тысяч человек. Создано 286 первичных отделений на базе учреждений образования. В 2025 году планируют расширить программы ежегодной военно-патриотической игры «Зарница». Уже завтра, 15 ноября, в Самаре пройдет распределение в детсады. Оно проводится в автоматизированном порядке на основании наличия права на внеочередное, первоочередное или преимущественное предоставление места в детский сад, даты регистрации ребенка в электронном реестре, возраста ребенка по состоянию на 1 сентября 2024 года, направленности группы, желаемые даты зачисления, не позднее даты распределения. Рекомендуется заранее проверить данные в заявлении на портале образовательных услуг в разделе «Поиска заявлений». Если в заявлении есть неточности или неактуальные данные, необходимо обратиться в МФЦ до начала распределения, а предоставление места родителям сообщит детский сад. Согласие на зачисление подается в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте. В случае неявки родителей ребенок не будет зачислен в дошкольные учреждения. В столице региона планируют увековечить память Нины Ляпиной, военный фельдшер, партизанка, которая в годы Великой Отечественной войны совершила подвиг, пожертвовав собственной жизнью. Девушка погибла в возрасте 20 лет и стала символом мужества и патриотизма. О том, как именно хотят сохранить память о Нине, узнала Полина Чулякова. В Самаре активная группа граждан выступила с инициативой увековечить память Нины Ляпиной, фельдшера, которая в годы Великой Отечественной войны совершила подвиг, пожертвовав собственной жизнью. Идею обсудили на встрече с председателем областного парламента Геннадием Котельниковым. Делать все, чтобы память оставалась с нами, с людьми, которые сейчас живут и которые потом будут жить. Нина Ляпина – это гордость, потому что и в Великую Отечественную войну медицинские сестры выносили с поя боя раненых бойцов. И сейчас, когда идет СВО, мы не в стороне. Инициативу планируется реализовать в рамках закона Самарской области об увековечивании на территории Самарской области памяти погибших при защите Отечества. Для нас сейчас это как бы собирательный образ, хотя это конкретный человек, конкретный выпускница этого колледжа. В планах установить мемориальную доску в школе номер 70, где училась Нина Ляпина. И переиздать книгу Андрея Вятского «Если бы у меня было 10 жизней» о подвиге девушки. Эта инициатива, она нам поможет вновь вернуть молодежь к этим книгам. Когда она погибала, она была верна своей родине. Напомним, что сейчас в городе имя Нины Ляпиной носит Самарский медицинский колледж. Полина Чулькова, Николай Епифанов. События. Президент России подписал указ о выплатах за ранения участникам СВО в зависимости от степени тяжести. Сумма единовременной выплаты дифференцирована. Военнослужащим, получившим тяжелые ранения, полагается единовременная выплата в 3 миллиона рублей. В случае легких ранений в 1 миллион рублей. При иных травмах выплата составит 100 тысяч рублей. А при получении увечья, которое повлекло за собой инвалидность, выплатят 4 миллиона рублей. Напомним, что в Самарской области по решению губернатора Вячеслава Федорищева увеличена сумма единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы. Теперь она составляет 2 миллиона рублей. Всего за первый год службы бойцы получают 4,5 миллиона рублей. Также добровольцам и их семьям предоставляют более 30 мер поддержки. Для жителей региона до 100 тысяч увеличена выплата за содействие в привлечении службы по контракту. А сейчас друзья все служат, я решил задать долг Родине. Хорошее дело – Родину защищать иду. Чтобы врагов здесь на нашей земле не было. Мне вот сильно, я за это и пошел. Самаре открыли парту героя, посвященную Кириллу Серединскому. Молодой человек отправился на специальную военную операцию 2 года назад. Погиб, защищая напарников, в январе прошлого года. Почтить память Кирилла собрались учителя и ученики школы, родные и близкие. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. В школе номер 72 открыли парту героя – Кирилла Серединского. Он выпустился 18 лет назад. После 9 класса поступил в строительно-энергетический колледж. Закончил его с красным дипломом. Родные рассказывают, что Кирилл был ответственным и добрым парнем. Все решения принимал сам и никогда от них не отступался. Эта черта особенно ярко проявилась 2 года назад, когда началось СВО. Кирилл твердо решил идти защищать свою страну. Он всегда знал, что он пойдет служить в армию. Никто же не знал, что СВО начнется, что придется еще воевать. Пошел воевать за Родину. Этому я не удивилась и не отговаривал ни разу. Хотя у него уже на тот момент было трое детей. Кирилл погиб 15 января прошлого года. Он отправился на задание в группе из 4-х человек. Бойцы были обстреляны противником. Двоих ранили. Кирилл прикрывал своих товарищей в ожидании помощи. Получил тяжелое ранение и в течение 40 минут скончался. За время службы Кирилл был награжден двумя орденами мужества и тремя медалями. О подвиге Кирилла не забывают. В родной школе в честь него открыли парту героя. Жизнь каждого человека самая святая и самая ценная. Но когда стоит опасность, когда нужно защитить нашу страну, мы отдаем и собственную жизнь. На этих примерах мы учим наших ребят, учим совершать подвиг. Почтить память Кирилла собрались ученики и учителя школы, родные и близкие. Вместе они возложили цветы к парте героя. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Самара присоединилась ко всероссийской акции «Нет ненависти и вражде». Занятия по безопасности провели для студентов Торгово-экономического колледжа. Им рассказали об ответственности, которая наступает за участие в экстремистских группировках, за разжигание межнациональной и межрелигиозной розни. На уроки побывала наша съемочная группа. Знать об уловках злоумышленников, чтобы не попасть в преступную сеть и не стать соучастником противоправных действий. Для студентов Самарского торгово-экономического колледжа провели занятия по безопасности в рамках всероссийской акции «Нет ненависти и вражде». Акция направлена на предупреждение и пресечение экстремистской деятельности, формирование у молодого поколения негативного отношения к радикальным объединениям, а также на укрепление межэтнического и межконфессионального согласия. Цель сегодняшней акции в наше непростое время – еще раз поговорить о важности терпимости друг к другу, уважении. Эта всероссийская акция – прекрасное событие, которое заставляет задуматься о детей еще раз, о таких важных моментах, как любовь к ближнему, уважение своей родины. Поэтому, я думаю, что мероприятие прекрасное, и зерна упали явно на нужную почву. В учебных заведениях региона акцию проводят представители областного министерства молодежной политики совместно с правоохранителями, которые рассказывают студентам об уголовной ответственности за участие в экстремистских группировках и распространение информации, направленной на возбуждение ненависти и вражды. В наше время для молодежи очень важно понимать такие темы, чтобы ребята не смогли остаться в какой-то беде, либо сами организовать эту беду. Также очень важно, чтобы ребята и транслировали какой-то опыт, положительный, конечно же, опыт, на своих друзей, на своих одногруппников, возможно, на своих товарищей, которыми они общаются на каких-то кружках, секциях, и также они уважительно должны относиться к своим близким, к своим родственникам. На занятия по безопасности пригласили более ста студентов Самарского торгово-экономического колледжа с первого по четвертый курс. В заключении они сами поделились выводами, которые сделали после беседы. Мы всегда не всем ответственны за свои действия, неважно, где в интернете или в реальной жизни, и должны всегда знать, что мы говорим, как обращаемся с кем-то, и, соответственно, соблюдать это в мерах, в рамках закона. Молодым людям рекомендовали быть бдительными и осмотрительными, не размещать в соцсетях материалы, способные возбудить ненависть, либо вражду по отношению к другим людям, а также не оставлять комментарии, оправдывающие действия экстремистов. Андрей Бессонов, Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре до 29 ноября перекроют движение транспорта по улице Печорской. Это связано с ремонтом канализационного трубопровода диаметром 200 мм на участке от улицы Революционной до проспекта Георгия Метерева. После ремонта восстановят благоустройство по временной схеме, а весной по постоянной, уточнили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании. В Самаре с 14 по 15 ноября закрыли парковочное пространство у вокзала со стороны железнодорожных путей. Это связано с ремонтом асфальта. При этом городская стоянка на Комсомольской площади будет работать в обычном режиме. Пассажирам рекомендуют заранее планировать свой маршрут. Общественный транспорт от аэропорта Курумыч будет ходить строго по расписанию. Напомним, через аэропорт проходят три межмуниципальных и один муниципальный автобусный маршрут. Номер 652Т, Тольятти, Новый город, Самара, ЖД вокзал. Номер 607, Самара, ЖД вокзал, Тольятти, Новый город. Номер 392, поселок Молодая Гвардия, поселок Береза. Номер 78, Самара, Барбошина Поляна, поселок Береза, городской маршрут. С лета было зафиксировано большое количество жалоб от жителей, в том числе на странице в соцсети главы региона, о несоблюдении расписания движения общественного транспорта, следующего через аэропорт, либо его отсутствии. В настоящее время началась проверка работы этих маршрутов, после чего будет принято решение о продолжении работы с перевозчиками, либо о расторжении с ними договорных отношений. Между Самарой и селом Ташла по поручению губернатора Вячеслава Федорищева запустят автобусное сообщение. Итоги открытого конкурса на право получения свидетельства на маршрут номер 601 Самара-Барбошина Поляна-Ташла подвели 11 ноября. Рейсы будут осуществляться по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям в 7 утра и в 3 часа дня. С остановками в населенных пунктах Большая Царевщина, Желгородок, Береза, Молгачи, Сергиевка, Новый Буян, Дубовая Роща, Михайловка, Новая Бенарадка и Мусорка. Время в пути составит около двух часов. Перевозчик приступит к работе не позднее, чем через 90 дней после утверждения результатов конкурса. Самара стала одним из самых популярных городов для культурно-познавательного семейного туризма. Областная столица демонстрирует положительную динамику по ряду показателей качества жизни, включая образование, работу и доход. Жители оценивают выбор и качество досуга на 3,3 балла из четырех возможных, отметили в Государственной корпорации развития туризма. Также Самара входит в топ-10 российских городов с наибольшим количеством достопримечательностей. Управление госохраны объектов культурного наследия Самарской области утвердило границы территории и зон охраны 14 объектов культурного наследия. Девять из них расположены в областной столице. В список вошли церкви в селах Новая Еремкина и Новая Бенарадка, здание проектных институтов и жилые дома в Самаре, здание техникума, в котором учился писатель Алексей Толстой в Сызрани, жилой дом авиационного завода на улице Победы, каменная лавка на пересечении Ленинской и Вилоновской, церковь в Курумыче, монастырь в поселке Красный Городок. Во дворе дома 24 по улице Гагарина подошли к завершению работы по благоустройству территории. В рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды были установлены новые детские и спортивные площадки. Подробности в нашем сюжете. На территории дома номер 24 по улице Гагарина была проведена работа по благоустройству двора в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Здесь установили новую детскую площадку с качелями и лавочками для отдыха. Также для безопасности детей уложили резиновое покрытие в двух цветах. Кроме того, был создан спортивный комплекс с баскетбольным кольцом и футбольным полем, который зимой будет использоваться для катания на коньках. Здесь у нас были разбиты практически все дороги, которые по периметру нашего двора шли. Плюс в очень плохом состоянии находилась детская площадка, спортивная площадка. Результат очень-очень хороший на данный момент, потому что мне есть что сравнивать, что было. Кроме того, по губернаторскому проекту «Содействие» во дворе дома номер 24 по улице Гагарина было обновлено асфальтобетонное покрытие и создано более 50 парковочных мест. Мы уже обсуждаем на встрече следующий год и, вероятно, еще одну инициативу программы «Содействие», чтобы доработать. Здесь есть у нас еще неорганизованные участки, говорят про деревья, говорят про лавочки. Сегодня эта инициатива, если будет поддержана большинством, то мы, наш отдел, который для этого специально работает над проектами, подключим, чтобы они работали с жителями инициативами. Также жители дома, проживающие по улице Гагарина, отправляли свои обращения в инцидент-менеджмент, который использует в своей работе муниципальный центр управления Самары для решения вопросов благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Инцидент-менеджмент – это хорошая такая лакомцевая бумажка, которая определяет главные задачи Октябрьского района в стратегии, где воплощать проекты в жизнь, где большинство обращений, где фотографии, где есть инициатива. Мы выезжаем на место, познакомимся, начинаем работать. Электронная платформа «Инцидент-менеджмент» отслеживает комментарии в городских сообществах или на официальных страницах органов власти, а затем направляет их в работу ответственных организаций. После того, как вопрос будет обработан, жители смогут получить ответ на той же площадке, где оставили заявку. Только за первую декаду ноября в системе было отработано порядка 1300 сообщений от жителей Самары. Августина Охременко, Николай Сидоров, События. В Самаре открылась выставка научно-технического творчества «Движнсам». Интерактивные панно, музыкальные картины и макеты двигателей представили более 50 студентов со всего региона. Научно-технический потенциал участников оценили представители вузов и промышленных предприятий. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. Это макета газораспределительного механизма и коробки передач. Наглядное учебное пособие сделал Егор Горобец, студент четвертого курса по направлению техническое обслуживание автомобилей. Однажды дедушка привел Егора к себе на работу, показал все тонкости. Так Егор увлекся автомобилями и механикой. На выставке «Движнсам» представил свои макеты. Сам этим сталкивался. Когда я изучал КПП, мне приходилось это все разбирать, смотреть и это все щупать. А тут я решил сделать вырез, чтобы студенты сразу смогли это все изучать, смотреть, как это работает. Все тут переключается, крутится. Выставка научно-технического творчества «Движнсам» проходит второй раз. На ней представили интерактивные панно, музыкальные картины и разные приборы более 50 студентов колледжей со всего региона. Ранее участники выставки выдвигали свои работы на конкурс «Открытие». Авторам лучших проектов вручили дипломы. Ребята здесь, естественно, общаясь, могут обогатить свои идеи. А самое главное, те идеи и те проекты, которые сегодня здесь демонстрируются, в большинстве своем имеют в дальнейшем практическое применение. Эта выставка, она, надеюсь, станет традиционной. На выставку пришли преподаватели университетов и сотрудники промышленных предприятий. Моя основная задача – оценить работу и посмотреть, какие работы наиболее перспективны. Ну и вторая для меня основная задача, как сотрудника университета, возможно, привлечь лучших участников на продолжение обучения в высшем учебном заведении. Нам такие мероприятия очень сильно интересны, потому что именно здесь можно найти очень серьезный кадровый потенциал для себя. Готовы работать именно на результативность в рамках пополнения кадрового потенциала. Ну и, собственно, рассматриваем ребят со вторых, с третьих курсов в учебных учреждениях к себе на работу. Конкурс на лучшее заплетение, открытие и выставка «Движен сам» дает участникам возможность для карьерного роста. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский, События. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Но главнее всего, как известно, погода в доме. Горожане рассказали, кто в их семьях во время конфликтов выступает миротворцем и какие способы примирения самые лучшие. В основном мама. А как вот она вас всех мерит? Ну, обычно мы с ней ссоримся, поэтому она просит прощения, и мы просим прощения в ответ, и все, и мир наслаждает. Наверное, и я. А как вот вы решали спорные моменты? Как мирили всех в семье? Ну, как-то слова подбирала. Ну, чтобы друг друга умели слушать и как-то входить в положение. Ну, вот как-то понимали. Я скорее. Нужно остыть всем, поговорить спокойно, и тогда все проблемы решаются. Нужно всем извиниться изначально, наверное, если какая-то ссора. Ну, где-то промолчать, подумать хорошо, потом сказать. Мы стараемся жить в таком мире, что у нас, в принципе, как-то нет такого, что кто-то у нас миротворец. То есть мы умеем как-то разговаривать, что я, что мой мужчина. У нас нет с этим проблем. Самарские спортсмены победили на Кубке России по фитнес-аэробике. «Самара-2» принимала одного из лидеров Суперлиги – Вологодскую Чавокату. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Самарские спортсмены победили на Кубке России по фитнес-аэробике. Он прошел в Москве. В соревнованиях принимали участие 213 человек из 11 регионов России, сообщает пресс-служба Министерства спорта региона. Спортсмены Самарской области стали лауреатами соревнований в дисциплине степ-аэробика мужчины и женщины от 17 лет и старше. Золото завоевала команда «Лада Фристайл» Тольятти. Бронза досталась самарцам и с командой «Эдис» сам ГТУ. Хоккейная «Лада» завершила выездную серию поражением от Салавата Юлайва. Матч прошел в Уфе. По итогам игры счет составил 3-1 в пользу хозяев. Штаб «Волжан» совершил пару замен в составе после поражения в поединке против ЦСКА. Вместо Егора Морозова и Энтони Грека на площадку вышли Евгений Калабушкин и Рафаэль Бекмулин. В рамке вновь обосновался Владислав Подьяпольский. Сейчас «Лада» возвращается домой и уже 16 ноября в стенах родной арены сразится с Магнитогорским Металлургом. «Самара-2» принимала одного из лидеров Суперлиги – Вологодскую Чавакату. Матчи получились совершенно разными по сценарию, но завершились поражениями нашей команды. 41-84 и 62-79. Первый матч начался для «Самары» просто оглушительно. Ни одного попадания с игры за 10 минут и 4-22 на табло. Да и вторую четверть хозяйки начали с пропущенного рывка – 0-7. И только при минус 25 Арина Малаева наконец поразила кольцо Вологжанок с игры после 18 промахов. Трехами отметились Анастасия Пиженко, Татьяна Галанина и Алиса Грачева. На разнице в счете это сказалось не сильно, но уверенности нашей команде добавила. Но Чаваката в заключительном периоде вновь закрыла нашей команде подступы к своему кольцу. И завершил матч не в пользу «Самары-2». Самару ждет серьезное испытание. В гости приезжает чемпион 2023-го – Казанский «Уникс». В нынешнем сезоне казанцы по-прежнему представляют грозную силу. В сентябре «Уникс» стал серебряным призером Суперкубка Единой Лиги ВТБ, а в чемпионате привычно держится в группе лидеров. 9 побед в 13 матчах. Последний свой матч перед поездкой в Самару «Уникс» проводил в Казани и уступил. Уже третий раз в сезоне, если учитывать Суперкубок – ЦСКА 73-80. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Жители Самары приглашают участвовать в заочном конкурсе фестиваля авторской песни Гренландии имени Иосифа Кобзона. Об этом сообщает администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской». Конкурс стартует 15 ноября. В этом году он посвящен 80-летию победы над фашистскими захватчиками и вдохновлен известной песней из фильма «Щит и меч». Заявки принимают до 30 марта 2025 года по электронной почте, указанной на экране. Каких правил необходимо придерживаться пациентам с диагнозом «сахарный диабет» рассказывает администрация железнодорожного района. Нужно питаться продуктами с ограниченным количеством углеводов, сахара, насыщенных жиров, быть физически активным. Не менее 150 минут физической нагрузки, умеренной интенсивности в неделю. Отказаться от употребления табака и алкоголя, снизить вес на 10% при избыточной массе тела и ожирении. Проводить регулярный самоконтроль глюкозы крови, принимать сахароснижающие лекарственные препараты по назначению врача. Дети в возрасте до 18 лет могут являться собственниками движимого и недвижимого имущества. В случаях отчуждения такого имущества законные представители должны получить разрешение органов опеки и попечительства, сообщает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки. За разрешением можно обратиться в отделение МФЦ. Контактный телефон указан на экране. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...